Виолончель славится необычным тембром звучания, как будто звук идет из глубины души человека. Она не сразу была в том виде, какой мы ее знаем. И было целое семейство виол. Я почему-то так подробно о виолах рассказываю, потому что от них произошел наш инструмент виолончель. И, кстати, только в виолончеле осталось вот это слово виола, потому что на самом деле виолончель относится уже к семейству скрипичных музыкальных инструментов. Никита Певцайкин, учащийся в музыкальном колледже, открыл концерт под названием «Волшебные звуки виолончели». Я играю на этом изумительном, красивом инструменте. чем он меня привлекает, то, что из него можно создать ту эмоцию, подарить людям, на которых нельзя на других инструментах прозвучать. В концерте приняли участие и другие учащиеся областного колледжа. Среди них и Юлия Дерипаска, которая выбрала музыку делом своей жизни. Я очень рада, что изучаю виолончель, потому что, ну, во-первых, он вмещает в себя диапазоны скрипки, и альта, и чуть больше даже, и по тембру он, ну, моему уху наиболее приятен. Колледжи занимаются студенты из разных регионов Российской Федерации. Обучаясь, участвуя в концертах для детей образовательных учреждений, они своим примером показывают, насколько увлекателен мир классической музыки. Это первый наш концерт, но мы надеемся, что это только первая ласточка, потому что будем приглашать обязательно из разных колледжей, из училища. Надеюсь, что из электростали к нам в ближайшее время приедут вилончелисты, скрипачи. То есть будем стараться продолжать такие творческие встречи, концерты. В заключении концерта ребята из колледжа вместе со своим педагогом исполнили рэквием, который обычно исполняется в память о человеке. Но в этот день эту грустную музыку они посвятили проводам зимы.